Субтитры сделал DimaTorzok Я не могу вам об этом не рассказать, потому что это настолько смешно. Окей, все вы знаете Мистера Биста, это топ-1 платформа по количеству подписчиков и также все... Я, кстати, топ-1 платформа по количеству... ...донатов на этой площадке. Эх, у кого медленный Ютуб, пробовали Гудбайт Пай. Ты лучший стример, всегда нравится тебя смотреть. Да, спасибо, Валентайн за сто... ...лицов и донатер, спасибо тебе тоже большое. Все, скорее всего, знают его друзей. И все знают тот самый скандал с одним из его друзей, который произошел примерно год назад. Окей, это Крис Тайсон, давний друг Джимми, с которым они корешатся уже очень долгое время, и с которым они снимали большую часть своих видео. Можно сказать, что Крис является неотделимой частью наследия Мистера Биста, и многие видосы были ск... СДР девочку поздравь. Какую? А-а-а! Поздрав... Будет сегодня Банус Бай, а то вчера его не было. А-а-а, нет, сегодня не будет. Роторс, спасибо тебе большое. Завтра, завтра. Крашен именно тем, что он в них присутствовал. Я не могу сказать, что являюсь каким-то специалистом по лору Мистера Биста, но, по крайней мере, большинство видео, которые я снижаю... Так вот, я поздравляю с днём рождения, Лину Ировую. С днём рождения тебя, реально. Тебе уже 20 лет, юбилейчик, как говорится, да? Но это не значит, что тебе всё можно, да? То есть, там, бухать, вот это всё не надо. Это всё плохо, вредно, поэтому здоровья тебе и денег побольше. И мозгов, конечно же. С днём рождения. Смотрел, мимили в них Криса. Крис был примерно семи... Сколько? Го, собака по пятистам. Не сегодня, спасибо за... И не на маню... Да ты ж... Это я, твой единственный зритель. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя смотрит много людей. Но это был я. Сейчас напишу это СОА. Чё? Кост, спасибо. Передай привет моему сладкому другу Никите Аркадьевичу, Богоизму и Кириллову. Он тебя очень ценит как человека и В и В. Тайди на... Ну, реально, вот эти вот ваши приколы. Привет. Спасибо тебе, конечно, за донат. Ой, бля. Так, я хочу кое-что сделать. Минуточку. Мне надо кое-что исправить. В этой теме. Срочно. Срочно. Звук. Нет, не звук. Текст. А... Свойства. А, ну да. Скорость речи. Всё. Дел сделано. Ой. У него родился сын, и все были очень рады за него. А потом, примерно год назад, он реш... Хейт Лав, спасибо большое тебе ещё раз за рейд. Спасибо. Опять, да? Чё, пожалуйста, передай... Что? Передай, пожалуйста, привет комьюнити канала Хейт Лав. Передаю привет комьюнити канала Хейт Лав. Вот, за ваше здоровье, делаю глоток воды. Решил выйти из шкафа, сказав, что он трансгендер. И, в принципе, это не было чем-то новым, учитывая, что за долгое время можно было заметить, что он красит ногти и много-много разных вещей, так что это не было чем-то удивительным. Однако, это потрясло общественность, которая считала, что мистер Бист это аполитичный человек. А тут, смотрите-ка, у него в видосах участвует трансгендер. Это буквально политическое заявление. Началось противостояние двух сторон. Одна из которых была за репрезентацию, а другая говорила, что подобная репрезентация будет плохо отражаться на детях, которые составляют большую часть аудитории мистера Биста. Интересная, интересная мысль, даже не знаю. Весьма популярный ютубер, который делает документальные видосы про драму на ютубе, сделал видео про... А вы как считаете? То, как Крис Тайсон уничтожит карьеру мистера... Добавь донатинку в описании, да потом это я все сделаю. Мы, главное, проверили сегодня, что оно работает. Это видео было очень сильно захейчено мейнстримом, потому что... Девять миллионов просмотров! Путин. Ты куда подевался, мой котёнок? Я всё не могу забыть твои сладкие ножки. Да может, ты некрасивый, но твоя пищечка меня возбуждает и ласкает. Думал, я не успею скипнуть. Я задержку поставил в озвучке. Сделал видео про то, как Крис Тайсон уничтожит карьеру мистера Биста. Это видео было очень сильно захейчено мейнстримом, потому что Саня Виту сказал там следующую вещь. Вкратце Саня Виту пояснил, что Крис, теперь являясь трансгендером, то есть человеком принадлежности к гендеру, который принято защищать в медиапространстве, по сути стал неувольняемым. Потому что если вдруг они разойдутся в каких-то вопросах с мистером Бистом, и мистер Бист решит его уволить, то скорее всего все начнут говорить, что он трансфоб. За эти высказывания нас... Ну вообще, к такому бы явно притягивали, 100%, да. Твиттерские бы 100% в этом увольнении Кристины видели бы именно это, да. Даже если бы причина была в другом. Многие бы на это сагрились, это правда. Что тут говорить-то? Саня Виту обрушилась огромная волна хейта, его называли трансфобом, его поносили все большие ютуберы и говорили, что это очень плохое высказывание. Но что в ответ сделал Саня Виту? Он не пошел на стримы оправдываться, он не делал видосы с оправданиями или извинениями. Он про... Сколько? Еще косарь? Ты че? Вратишкины вены, как я. Ладно, че-то я перебрал с ускорением. Какая шиза в голове? Усава муравей, как без голосовых пьесу на вертю. Эх... В ответ на все это, мистер Бист выступил и сказал, что да, это все становится абсурдным. Крис, это не мой страшный сон, не мой каш... Мне, кстати, видео деду не понравилось, потому что он трансфоб... ОСУЖДАЮ! Он мой друг и все нормально. Эта трансфобия начинает меня раздражать. И ситуация, в принципе, на этом закрылась. Все хоть люди хейтили Криса, но в большинстве своем всем было плевать, если честно. Итак, перенесемся на несколько дней назад, когда после всего случая с Доктором Дизреспектом внезапно оказалось... Дизи, а че думаешь, ну, по поводу Доктора Дизреспекта, а? Йорь, мнение по поводу Доктора Дизреспекта. Доктор Дизреспект лох? Казалось, что штуки, которые ты делал 8 или 9 лет назад с несовершеннолетними, все еще имеют ценность. Ну, точнее, ценность для тех, кто хочет разрушить твою карьеру. С Крисом все вышло немного интереснее, потому что то, что на него накопали, не было в личных сообщениях. Это была весьма публичная штука, которую мог найти любой человек в Твиттере. Окей, я думаю, что большинство из более старших людей знает, но вот молодежь, скорее всего, возможно, с этим не встречалась. Но есть такой художник по имени Шедмен. Шедмен рисовал штуки 18+, которые зачастую были весьма неприятными, неполиткорректными и, как правило, воспринимались скорее как черный юмор, потому что, ну, кто мог посметь нарисовать что-то подобное. Я думаю, что те, кто знакомы с базой, в принципе, знают про то, что как... Мы с базой знакомы, да. Какая-то часть его творчества, как правило, содержала из... Ях, а на самом деле я не бог, о ком речь. ...вображение личности, которым явно не было 18. В японском аниме, культуре и хиае это называется лоли. И то, законно ли это, или можно ли это приравнивать к Call of Duty Points, зависит от страны, в которой вы живёте. Люблю, когда Хисус чешет яйца на стриме, а потом чешет нос. Но для Америки это не было чем-то серьёзным. Шедмен в какое-то время был символом контр-культуры, таким типа панком, который рисовал всё, что хотел, ему было плевать на последствия. Якста панк. Я же в цензуру-то вроде добавил. Ходили мемы, типа ха-ха, это ж... Видимо, буквы там меняются. Шедмен, он же рисует отвратительные штуки. О нет, это что, рисунок Шедмена, уберите этот от меня подальше. Но это было более простое время интернета, и тогда же произошёл следующий случай. Окей, во многих моих видосах появляется Ким Стар, он краеугольный камень интернета, тот, кто объединяет всех, и тот, кто появляется в каждой истории, потому что он любит разбирать драму. И многие его довольно сильно... Дайте ему-то минуту. ...ненавидят, потому что он вразь. И Шедмен тоже не очень любил Ким Стара. И дело в том, что у Ким Стара в тот момент была восьмилетняя дочь. Это было где-то в 2016 году. И в качестве чёрной шутки, опять же повторюсь, это была другая эпоха интернета. Шедмен нарисовал его дочь в своём стиле. Там не было ничего слишком жёсткого, но само изображение восьмилетней девочки в подобном пахатном... Передай привет, Иисус. Передай привет девушке Зарифе и мне Азамату спасибо. Передай привет девушке Зарифе и тебе Азамату. Привет. Реально. Идея. Но вот здесь Гранин уже несколько перешёл. Этого уже хватило, чтобы даже в тот момент многие ютуберы начали обращаться к Шедмену. Типа, чувак, ну это уже переходит все границы. Но для большинства интернет-аутистов и анимешников это просто была очередная шутка. И в том числе для Криса Тайсона, которому в принципе очень нравился Шедмен. На одном из стримов он даже случайно показал сайт Шедмана, но сразу же его скрыл. Как мы к этому пришли? Дело в том, что 23 июля Ким Стар опубликовал пост, в котором сказал, что Крис Тайсон поддерживал Шедмана, который нарисовал его дочь восьмилетнюю, ну сами понимаете. Давно такого не было? МММ Хисус, я тащусь от твоих волосатых яиц, почеши ещё. Пошли, давайте как раньше, без донатов. Не, ну это круто, я вспоминаю те времена, когда вот мне донатили, да, люди ведь соскучились по донатам. Да, нас только соскучились, что. Твои сладкие потные яйца. Меня очень возбуждают твои красивые нежные ручки. Я бы тебя реально... ААА, осуждаю, б***ь. Это вообще п***я. Мэти как? Все знают этот факт, и лично я и Крис Тайсон обсуждали это примерно где-то месяц назад. И это всё ещё меня напрягает. Мой любимый, мой герой. Почеши своё правое ушечко под 98 градусов, если любишь меня. Вот это меня начинает тоже напрягать Я наушник поправляю, если что Наушник поправляю Ой Левый Хес, мне не нравятся твои яйца Можно как-то без этого Хесус, это я, Ритуси Я тебя люблю, здорово, любимый чат Сука Что-то у вас сегодня всех порвало жестко Реально, я что-то вообще не понял Что происходит Нет, это не мисинформация Это факт Окей, с этого момента начинается полная неразбериха Потому что многие начали заявлять вещи Которых не было на самом деле Некоторые поняли сообщение Ким Стара неправильно Некоторые специально начали вкидывать дезинформацию Но из того, что я нашел Ситуация была примерно такой Крис действительно уго... Дизи говорит, что тебе скажут мнение по поводу дизреспекта Когда вы будете на том фесте Публичный он говорить не будет А, окей, окей Брал по творчеству Шедмана Не скрывал это Постоянно постил там что-то в твиттере Заказывал у него какие-то... Здорово Работы и так далее Но формулировка Ким Стара Не в том, что он поддерживал Шедмана В том, чтобы тот нарисовал его дочь А он просто поддерживал худо... Блядь... Оф, донат срочно Спасибо за косарь Продолжай стонать Нам это очень нравится даже больше, чем яйца Надеюсь, твоя игрушка в попе подключена к донатам Конечно, отчё, по мне не видно Ой-ой-ой-ой Спасибо, да Вот за... О, видите, чё, да Вот, жили без в Нанэшной Лёрс Вот, теперь всё Да Так, диззи, я тебя понял Окей, диззи, окей Окей Какие у тебя красивые наушники Какое у тебя возбуждающее соблазнительное ушко Так бы и долбил тебя в него Никакая Алина нам не нужна Можно отключить Что-то я передумал донату получать. Ты такой красивый, такой накачанный, такой брутальный. Я люблю тебя, Хисус. Ради тебя я убью даже Зеленского. За тебя, мой сладкий. Да иди... Осуждаю. Повысь минималку до 300. Вы хотели, чтобы я как папич был, да? Хотя... Это хорошая идея. Я вынужден повысить сегодня. По крайней мере сегодня. Минималку. Да. Ну а че? Видите, люди соскучились по этой всей теме. Приходится ограничивать. Чем бы понять, блять, как это делать. Хуеть, уже 11,5 тысяч задонатили. Это вообще пиздец. Вы че, с ума сошли, что ли? Алло. Стоп, минуточку. Блять, на этом сайте... Подождите, стоп! Как ты мог упозорить нашу любовь на глазах наших детишек? Подними свои брови и пошевели своими губками, если ты меня так хочешь. Спасибо. Просто здесь написано, что после идентификации, когда я пройду идентификацию, мне максимум смогут донатить в месяц 200 тысяч рублей. Не, я не понимаю, зачем ограничивать людей в донатах? Че это за хуйня вообще? Ха-ха-хуха, лелхо, холш, хас, хлыпида, апр. А, осуждаю, долбоёба. Че за бредятина? Добрый вечер. Я девочка 14 лет. Мне очень нравятся твои стримы. Размеренные, спокойные. Я под них уроки делаю. Никакие парни не нужны, когда рядом хюз. Ха-ха, сука. Какие тебе парни, блядь, в 14? Вот именно, реально. Да, 200 тысяч. Не, ну это, конечно, хоть что-то. Но че за хуйня, какие-то ограничения тупорылые вообще. Общая сумма донатов в месяц 200 тысяч. Или я, может, что-то неправильно понял? Максимально доступный остаток 60 тысяч на счете. Максимальный размер доната 60 тысяч. Че-то ебанина какая-то прям. Спасибо тебе огромное за приветы. Безумно приятно. Уже некомфортно тебя беспокоить. Еще раз тебе огромное спасибо. Меньше чем три. Да, все нормально. Да, спасибо большое тебе за 100 рублей. Headlove, спасибо тебе большое за рейд, за нанат. Спасибо. Вот, да. Это сколько уже сегодня? Да я только вот... Не то чтобы за сегодня. Еще час не прошел, как я ее поставил. А у меня уже 12 тысяч рублей на счету. Если тут, блядь, всего лишь 200к в месяц. Ну это, блядь, конечно, хоть что-то. Но это странно. Это очень странно. Я им напишу, я с ними поговорю, короче. Обсудим все. Дожника, который независимо от этого нарисовал его дочь. То есть сам Крис никак не педалировал тему с тем, чтобы дочь Кэмстара была нарисована. Блядь, что? И вроде как публично нигде это особо не поддерживал. Но все же он заказал у него один рисунок, который повесил себе на стене в комнате. Ну и что? И который типа изображал современную зумершу, которая была несовершеннолетней, изображенной. Ну, сами понимаете, каким образом. Ничего открытого, но все же довольно мерзкое. Причем этот рисунок на стене появляется в одном из старых видосов Мистера Биста. Но стоит понимать, что... Блядь. Привет, мне 13 лет, я мальчик. Ну вот и пиздуй нахуй отсюда. В то время Мистер Бист был не особо политкорректным и фэмили-френдли. Это произошло уже позже, когда он начал набирать популярность. Но интернет-таблоид... Причем ситуация с Кристиной, ну... Сейчас узнаем. Да как вы знаете, побежали с историей того, что Крис сам заказал рисунок дочери Кэмстара и повесил его себе на стену. Хотя это два абсолютно разных рисунка, и сам он не заказывал ничего. Однако все еще очень сильно порицается связь с Шедманом, которая продлилась как минимум до 2019 года, когда Крис умолял его сделать рисунок вот этой девчонки из-за Героя Щита. В принципе, на этом моменте история с Шедманом заканчивается, но не стоит ошибаться, Шедман это все еще кусок человеческого мусора на самом деле, потому что... Ну, если вы знаете... Не остановит меня восхищаться твоими яйцами. Вот бы хоть раз услышать их запах. Везет Алинке. По его жизни, то вы прекрасно понимаете, о чем я. Окей, но если мы что-то и можем вынести из этой истории, так это то, что у Криса есть зависимость от нарисованного нецензурного контента, который он очень любит и причем заявляет об этом публично. Не, мы все, конечно, знаем эти мемы, типа мой член заводил меня в места, куда я бы не пошел и с пистолетом, но все же, когда ты публичная личность или собираешься ей стать, и у тебя осталась куча твитов про то, что ты обожаешь подобные арты с несовершеннолетними, ну, возможно, стоило бы это все поудалять на самом деле, потому что в будущем это может стать проблемой, и ей оно стало. Но все же пока что это просто... Кстати, дед переиграет в новую китайскую игру, Зенос Зоун Зыру, известную как ЗЗЗ. Намек? Ну и я так не думаю. Просто ассоциация с Шедманом и нарисованные картинки, так что давайте пойдем к более серьезным вещам. Окей, вот эта девчонка играла в сериале Айкарли на Никелодио. Амыгл, амыгл, амыгл. Спасибо за косарь, блядь, че... Ее зовут Джанет Амаккерди. И в какой-то момент в интернете произошел... Да блядь! Ну, позиязи, ну, Решенька Хисус, Афган, ну, приди на стрим, так хочется с тобой пообщаться. Ха-ха, сука. Ха-ха, спасибо, хватит. Да вовте, фиг, донат, ты издеваешься. Я? У меня этих донатов не было сколько, блядь? Я чуть нахуй не сдох от голода, а вы теперь мне говорите, что я, блядь, чтобы я это все офнул? Чтобы я пошел нахуй? Вы серьезно, блядь? То есть вы даже не рады тому, что... Хоть на мгновение, но у меня что-то тут, блядь, вернулось, да? То есть вот оно как, вам похуй вообще. Да? Вот оно че получается. Да? А? Сука. Понятно нахуй. Все, я ставлю минимальную сумму донатов 300 рублей. Неофай, покушай, братишка. Э, неофаю. Все нормально. Просто 300 будет и все. Здравствуйте, стример. Это администрация Твич. В целях предупредить чат, какие слова нельзя писать, просим перечислить вас все запрещенные слова. Не, я не буду ничего перечислять. Не надо, нет. Спасибо. Осуждаю все слова. Вот, да. Администрация Твич, вы меня не провоцируйте, пожалуйста. Слив ее, сами понимаете, каких фотографий. А дело в том, что чуваки, ну, имеется в виду режиссеры и продюсеры на Nickelodeon оказались, сами знаете, кем. Это долгая история. Nickelodeon, в принципе, был рассадником всяких фриков. И я думаю, что это слишком долгая история, чтобы сейчас это вспоминать. Но в свое время эти фотки были по всему интернету и их раскидывали, типа, по приколу. И отрыли очень древний видос из старого канала Криса Тайсона, на котором он говорит, что, блин, это все так ужасно. Это отвратительно, что с ней подобное сделали. Но если вы все-таки хотите посмотреть, то фотографии доступны по ссылке в описании этого видео. После этого интернет наполнился дезинформацией насчет того, что она была его бывшей, и он распространяет ее фотки, потому что он их и делал. Но ситуация заключается в том, что, нет, эти фотки были по всему интернету, и он просто распространял их, типа, в качестве мема. Он был школьником, и это был 2014 год. А, то есть просто дебил, да? И опять же, в данном случае, нет, это очень глупый поступок, я согласен полностью, но, опять же, это была другая культура, другое время, и тогда к этому не относились так серьезно. Но и он на своем канале на пару сотню подписчиков не рассчитывал, что это ему аукнется спустя 10 лет. Окей, я понимаю, что, возможно, некоторым из вас кажется, что я как-то защищаю его и так далее, но просто, когда начинаются абсолютно странные набросы, даже на людей, которые мне не особо нравятся, люди уже начинают придумывать какую-то отсебятину или абсолютно неискренне заявлять, что что-то это, буквально, самый худший поступок на свете, когда это, возможно, был просто глупый поступок школьника. Но, если честно, я не могу из себя выдавить какое-то жесткое недовольство по этому поводу. Тут, скорее, очень большая глупость со стороны самого Криса Тайсона, который не мог предсказать, что будет дальше, и, соответственно, он не подумал о том, чтобы все это удалить, прикрыть все свои связи со странными личностями, и, таким образом, в будущем не подставлять мистера Биста. Но сейчас мы подошли к главному аргументу, из-за которого Криса Тайсона и отменяют, и из-за которого он теперь уходит с канала Мистер Бист. Дело в том, что Крис Тайсон неподобающе общался с 13-летним, будучи сам 20-летним в 2016 году. Хисус, мы же знаем, что ты хотел бы быть на месте Кристины, чтобы американец Бист долбил тебя и угощал своей шоколадкой. Ой, бля, откуда у вас нахуй столько денег, я не понимаю. И это уже весьма серьезное обвинение, примерно на уровне того, что было с доктором Дизреспектом. Окей, у нас есть сообщения с снэпчата, в которых он обсуждал о мыльную воду Бель Дельфин с несовершеннолетним, и люди считают, что это вот неподобающе, это это... Чего, блядь? ...похабная тема, такое нельзя с несовершеннолетним... Чего обсуждал? Снэпчата, в которых он обсуждал о мыльную воду Бель Дельфин с несовершеннолетним, и люди считают, что это вот неподобающе, это похабная тема, такое нельзя с несовершеннолетним обсуждать. У нас есть публичные сообщения... Ну, я не знаю, можно по-разному обсуждать воду мыльную, мыльную, для ванны. Вода из ванны? Чего? Это лубрикант? Хисус, здорово. После нашего разговора, ты открыл мне глаза, прямо сейчас я еду к тебе, в Америку, чтобы читать с тобой Библию и почухать твои яички. Ну, когда стримерша продавала воду, в которой она мылась. А, и они это... Он это обсуждал с какой-то малолеткой. Из твиттера, где он писал шутки типа... Нет, потому что он вообще, в принципе, зачем-то общается с каким-то пиздюком 13-летним, это... Мне непонятно, зачем он это делает. Совершеннолетним обсуждать. У нас есть публичные сообщения из твиттера, где он писал шутки типа... О, она горяча для 4-х летней? Что, на самом деле, погода особо его истории не делает. Также есть анонимные записи их разговоров в публичном дискорде, которые они оба админили. Эти разговоры переполнены матом, но из того, что я понял, там были просто те самые оскорбления на мать и куча черного юмора. Но, если честно, среди этого я не услышал, чтобы там был какой-то жесткий груминг этого пацана. У них были публичные разговоры в твиттере, где были странные моменты типа того, что... Крис отправит свои, ну, вы понимаете, какие фотки, но из контекста примерно понятно, что это тоже были какие-то шутки. Контекст был примерно такой, что первый, кто подпишется на мой патреон, тому и отправил... Что, получается, Криса отменили по хуйне? Или все-таки по каким-то серьезным причинам? ...правлю свои фотки, это такой типа, я первый, он такой типа, ладно, я отправлю тебе фотки. Короче, в итоге сам якобы жертва вышел и рассказал, что типа, гайз, меня никто не грубил, вроде нормально общались, да, были шутки всякие неполиткорректные. Но, в принципе, на этом все. Насчет того, что когда ему было 16, они все-таки встретились с Крисом, он сказал, что... Ребят, я с родителями каждый год езжу в палаточный лагерь, и он находится неподалеку от места, где мистер Бис снимает свои видосы. И типа, родители меня привезли, они познакомились со всей командой, я провел время с командой мистера Биста, помог им записывать видео. Потом вечером меня родители забрали. То есть со стороны Криса, по словам этого парня, не было никаких странных шагов и прочего, и если они о чем-то и шутили, это было, в принципе, довольно взаимно. Тут, скорее, вот какая фигня. После истории с доктором Дизреспектом... Все-таки 16 ему было, а не 13. Интернет несколько поменял свое отношение ко всему, что касается несовершеннолетних, и спрос теперь намного выше. Теперь хватает того, что лет 8 назад ты публично, но в присутствии несовершеннолетних... А, это спустя 3 года. И вот, допустим, в твоем Дискорде пошутил какую-то, ну, весьма грязную шутку. Да, как объяснил парень, в их комьюнити Криса называли хентая зависимым, и, в принципе, это был их общий мем и так далее. И хентай для быдла. Если так подумать, во многих моментах он действительно такой весьма странноватый фрик. Я думаю, что с этим... Я, кстати, странноватый фрик. Многие согласятся. Но из всего, что я увидел, сказать, что он какой-то там пидорил, ну, если честно, я не могу. Скорее, просто по молодости он был каким-то очень жестким кумером, что в итоге, возможно, и привело к тому, что с ним сейчас. Спорт по зависимости от не особо хорошая вещь, особенно, когда ты выставляешь ее на показ регулярно. И в итоге этого хватило, чтобы вчера ночью Крис выложил следующее послание. Я хотел бы извиниться за любое свое поведение или комментарии в прошлом, если это кого-то задело или оскорбило. Это не было моим намерением. Видя недавние события, мы пришли к обоюдному решению, что лучше навсегда отойти от всего, что связано с Мистер Би, со социальными сетями. И сос... Ну, это пиздец. ...средоточиться на своей... По такой хуйне получается просто навсегда уйти из проекта. В ней психическом здоровье. Хочу добавить, что я никогда никого не грумил. Человек, которого упоминают в этих обвинениях, Лава Джиэс, открыто заявил, что они ложные. При этом я смиренно извиняюсь перед всеми, кого обидел своими неприемлемыми публикациями в социальных сетях, прошлыми действиями, а также перед теми, кто может чувствовать себя преданными из-за того, как я действовал в интернете. Смешивать эти два фактора вместе, чтобы создать историю о том, что мое поведение выходит за рамки просто острых шуток, отвратительно, и этого не происходило. За последние годы я понял, что мой старый юмор неприемлем, я не могу изменить того, кем я был, но я могу продолжать работать над собой. Я не хочу, чтобы эти обвинения повлияли на сотни людей, которые работают в Мистер Би, поэтому я ухожу. И Ким Стар ответил ему, что типа, а чё-то ты не извинялся передо мной месяц назад лично, когда я говорил о твоём поведении, что ты поддерживал там Шедмана. А шо изменилось? В общем, короче, это стандартные, корпоративные, скорее всего, прошедшие через отдел пиара Мистера Биста, отв... Я не щекастый. Ну теперь да, спасибо за 300 рублей. ...на обвинения с извинениями и заявлением об уходе, который мы уже видели сотни раз от западных ютуберов. Ну не знаю, мне кажется, уже несколько смешно вставлять в конце всегда вот это, то, что я ухожу, чтобы заняться семьёй и своим ментальным здоровьем. Типа, каждый это пишет в конце, ну, у вас что, одна и та же методичка, что ли? И тут лично, по моему мнению... Ну когда тебя отменяют похуйнее, блядь, конечно, да, менталка, наверное, тоже по пизде может пойти. И после этого все приходится над этим работать. Есть два взгляда на эту ситуацию. Первый взгляд, этот, который я уже озвучил. Лично я, вот, ну, лично я, смотря на все эти обвинения, да, я не вижу ничего особо серьёзного того, что должно закончить карьеру человека. Если сравнить это со случаем доктора Дизреспекта, то, во-первых, ему там было под 40, когда он общался с неустановленного возраста несовершеннолетним. А во-вторых, нам не раскрыли диалоги, поэтому... Его ни по хуне отменили. Кого? Криса? Ну вот исходя из этого видео, я так и не понял, за что, блядь, вот так жёстко отменять. Можно воображать в себе абсолютно ужасные вещи, учитывая, что нам говорят, что там просто, просто отвратительно всё. Но в случае Криса он был молод, и он просто шутил похабные чёрные шутки, которые на тот момент были весьма приемлемы, и никто особо не задавал вопросов. Что касается общения с Шедманом, да, с Шедманом общалось огромное количество других ютуберов, которые считали, что всё, что он делает, это круто и так далее. И смотреть, как они сейчас обвиняют Криса, ну, выглядит весьма неискренне, если честно. Привет, привет. Вчера по твоей репке на Dragon 2,5 копейки рук и словил занос на 70к, но мне отклоняют вывод и не выводят, и кому, и куда писать. Мне пиши в предложку и на почту gsvgnpartnergmail.com. Будем разбираться. Многие переворачивают. Ну я же надеюсь, ты не создавал дубликат, мультиаккаунты и так далее, ты же не нарушал правила, блядь, площадки. Да, ты же этого не делал, да? Надеюсь. Ну напиши мне на почту и в предложку. Поподробнее, со скриншотами. Я кондуктор этого вагона, готовим билеты. Валентайн, спасибо. Со всей информацией. Так, чтобы всё казалось хуже, что он там на ушко 13-летнему нашёптывал, грумил его. Хотя по факту это были просто обычные разговоры с кучей людей в одном дискорде. Что он спустя три года встретился с этим парнем, когда ему было 16. Хотя они просто организовали ему приезд на площадку мистера Биста, показали всё и его увезли родить. Почему? Кристина не может об этом всем всё рассказать, рассказать, показать как есть. И сказать, идите вы все нахуй. Никуда я не ухожу и всё. ...которые знали, где он находится всё это время. И который сам сейчас говорит, что нет, ребят, всё было нормально, вы типа не там копаете. Там был миллион диалогов, которые он мне показал в ДС. Он грумил пацана и хотел с ним встретиться. Видео хуйня, короче, я видел оригинал. Это были необычные диалоги, там прям хуйня полная. А, да? Говор Ламова, я песок, сосок. Понял, тебе спасибо, донатер, хуйню несёшь какую-то. Ну, спасибо за 300 рублей. Где ты это видел? Что за переписки? Которые он не показал, при этом ты говоришь, ну, грумил кого-то. А если он не показал, как ты это понял? Ты рассказываешь, что он буквально заплатил за этот рисунок дочери... То есть, получается, Крис заплатил Дэд Пи, чтобы этот его оправдывал. А ещё Крис заплатил 40 тысячам, блядь, людям, людям, которые поставили 40 тысяч лайков. И только 200, значит, которые здравомыслию ещё не прогнулись под этой пропагандой, соответственно, да, поставили дизлайк. Кем Старо, как... Ну, не знаю, не знаю. Да, он абсолютно не был с ним связан и вообще другой рисунок купил. Причём не заказал, чтобы его нарисовали, а купил готовый рисунок, который повесил у себя и думал, что это, ну, типа, круто, это так, контркуль... У меня есть переписка... Кума в Вайбере скинула. Чё, кто, блядь? Какая переписка у тебя есть? Ты чё, ёбанутый, шоу ли? Груминг — это процесс установления доверительных отношений с ребёнком или подростком с целью сексуальной эксплуатации. Осуждаю, блядь. Турная. Ну и последнее. Люди, которые рассказывают, что он сливал фотки своей бывшей женщины, хотя тогда Крис был буквально никем, и не встречался со звездой Никелодиона. Просто ему там в 17-18 лет показалось прикольным, что он может ссылку на эти фотки скинуть и, типа, харим... Да, это прикол. Ребят, посмотрите, как это смешно. Не, ну я когда был пиздюком, я вообще... Помнится, блядь, пордуху на YouTube залил на свой канал, который у меня был ещё... Старый-старый мой канал, короче говоря, вообще, типа, прям... Я туда мемчики заливал прикольные всякие. У меня этот канал начал хайповать, набирать по 100 тысяч просмотров каждое видео. Я был известным ещё в 2010, блядь, или 2009 году. Уже тогда я просмотры собирал нихуёвые на YouTube. Но мне наткнул... Ну, мне попалось, точнее, видео, где... Происходила массовая ебля. А, нет! А, да, 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 да! Массовая ебля, короче говоря. Вот, там было видео то ли с японцами, короче, с какими-то азиатами, которые массово трахались. И я залил это видео. Зачем, блядь? Ну, мне показалось, типа, а, прикольно, блядь, ничего себе, так много людей трахается в одном кадре. В одном месте, точнее. Потом я залил видос, где порно-актриса обосралась в бассейне. И вот всё. Дизи, а ты знаешь, кто такая Си Ю Эмэй? А? Балентайн, спасибо. О, и всё, ебать. Мне пермач дали на YouTube в те времена. Я охуел, конечно. Не знаю, ну, типа, люди того поколения. Только не говорить, что вам, друзья, не присылали какие-нибудь стрёмные ссылки на тот же LifeLix или что-нибудь подобное. Просто мне кажется, что если мы сейчас по современным стандартам начинаем судить людей за то, что произошло там лет 10-9 назад, когда мы жили в совершенно другое время, то так, если честно, вообще никого не оставили. Если бы стать русским Юнужал Мемис, так я был не русским Юнужал Мемис. Меня тогда просмотры добыли от англоязычной аудитории. У меня была американская аудитория. И если бы я тогда не затупил и продолжил всё это перезаливать, я бы набирал эти сотни тысяч, а впоследствии и миллионы бы стали. Вот. И да, причём англоязычная аудитория западная. Я бы стал миллионером. Когда бы вот появилась эта партнёрская программа на YouTube. Танец. Если честно, даже после всего этого, хоть я и считаю старого Криса довольно глупым человеком... Я старый Крис, кстати. ...что он всё это не удалил и прочее. Если честно, даже после всего, что я увидел, да, всех материалов, которые я поднял, я не считаю старого Криса педофилом или каким-то очень плохим человеком. Глупым, да. Безответственным, кринжовым, фриковатым, да, конечно. Но не педофилом. Но это не значит, что у меня нет проблем с новым Крисом, потому что, ну, я, конечно, всё понимаю, там, идентичность и прочее, но меня всё ещё раздражает, что он сына без полноценного отца отставил. Я понимаю, что сейчас принято танцевать вокруг этого, но, если честно, вот, ну, с этим я как-то не могу согласиться или сказать, что мне это нравится. Но, опять же, дело не моё. Но есть также второй взгляд на ситуацию, который, как мне кажется, поддерживают очень многие, и с какой-то стороны я. Когда отменяли доктора дизреспекта, людям хватило того, что есть какой-то вот диалог, которого мы не видели, с несовершеннолетним, о существовании которого мы можем только догадываться, и тем более о его возрасте, который так и не раскрыли. Мы видели, как у человека забрали всё за то, что он сделал 7 лет назад, и мы понятия не имеем, на самом деле, что он сделал, но у нас есть вот понятия... Это пиздец, да, да. ...оте того, что он как-то вот не так общался с несовершеннолетним. Ну, тут как бы прикол-то в том, что и дизреспект вроде не то, чтобы отрицал свою причастность к чему-то подобному, да? Вот, то есть, значит, это всё-таки реально было. Просто мы этого не видели. Ну и дизреспект не то, чтобы как-то отрицал всё это. Летним. И тогда левая часть твитера очень сильно ликовала, что вот этого мужлана, этого трансфоба наконец-то призвали к ответу. И тут, меньше месяца спустя, происходит вот эта ситуация с Крисом, на которого, ну, скажем прямо, объективно, намного больше вещей, которые можно ему предъявить. Я думаю, что большинство руководствуется именно этим. Он до сих пор на ютюбе стрим... Кто? Дизреспект до сих пор стримит? Реально? Все, звучат фразы про то, что... Он же ушёл. ...то нельзя в подобном виде общаться с несовершеннолетними, нельзя шутить такие похабные шутки или что-то такое. Но по факту, это просто часть культурной войны между левыми и правыми. Когда левые забрали чувака у правых, теперь правые пытаются забрать чувака у левых. И у них это успешно получается, потому что культура отм... Ё-моё, шо, блядь? Ребят, а вы кто, левые или правые? Диз спрашивает, когда он будет тебя английскому учить. Дизи меня английскому учить? Завтра можно хоть начать. И она, оказывается, работает в обе стороны. У нас есть чуваки вроде Сника, которые долгое время защищали... Средний, центральный... Мне кажется, это, ну, центральный, средний, это всё хуйня, нет. Кик сегодня будет. Только на стрим зашёл. Не, не будет сегодня кик. Спасибо. ...доктора дизреспекта, а теперь они усиленно давят Криса Тайсона. В то же время, политкорректные и удобные блогеры и стримеры, которые в своё время разрывали доктора дизреспекта по частям ещё до того, как были какие-нибудь подтверждения, во многом сидели и молчали в тряпочку, опасаясь, что ситуация на самом деле не такая серьёзная, и они, возможно, как-то испортят отношения с мистером Бистом. Это вышел видос, в котором либо 50, либо 100, я уже не помню, топовых ютуберов соревновались за приз миллион долларов. И понятное дело, что многие ютуберы не хотели рушить отношения с мистером Бистом, пока не будет какого-то официального ответа. Но вот, когда Крис сказал, что уходит, внезапно ютуб заполнился видосами, в которых люди говорят, что, блин, это так отвратительно, я это увидел. Ты левый или правый? Блядь, ну а вы как думаете, я левый или правый? Исходя из сегодняшнего стрима. Дизи, will you be my cum? Валентайн, what the fuck? Я хотел себе глаза выжечь. Это так ужасно, он обсуждал мыльную воду Бель Дельфин, штуку, которую обсуждали буквально все в интернете, и он обсуждал ее с 13-летним в снэпчате. Я не знаю, мне кажется, что когда люди набирают определенную, ну, достаточно большую аудиторию, когда они становятся частью топовых ютуберов, что-то вряд ли услышит от них какое-то оригинальное мнение, они становятся просто говорящей головой, которая повторяет самую удобную точку зрения, самую непри... Нихуя. Нихуя подобного. С самую точку зрения. Потому что вы сами... Не-е-е-е. ...видите, как легко сейчас быть отмененным на западном ютубе. Ну, на западном, да. При всем, что я сказал, я не особо печалюсь, что Криса Тайсона отменяют. Так-то факт, конечно, но не я. Многие хотели этого очень давно, я думаю, что к этому все шло довольно долгое время. И его публичный выход, как трансгендера, и то, что он участвовал в видосах Мистера Биста, и многих это раздражало. В общем, все это поставило на его спине огромную мишень, и это было лишь делом времени на самом деле. Но в итоге многим придется извиниться перед тем самым Санни В2, который в итоге-то оказался прав, и эта штука действительно оказалась бомбой замедленного действия для Мистера Биста. Я думаю, что после этого Джимми поймет, что находясь в позиции топ-1 всего мира, ему придется очень тщательно следить за тем, что делают друзья, которые появляются в его видео. Потому что если люди обвиняют его в том, что он там сто колодцев открыл в Африке, то если кто-то из его друзей допустит что-то подобное еще раз, ну, слушайте, ну это уже будет совсем опасно. Но вот в чем еще интересная мысль. Если мы уже коллективно решили, что Крис пидафил, то это значит, что где-то 90% огромных многомиллионных видосов на канале Мистера Биста содержат в себе пидафилы. А вот это уже большой скандал, и мне интересно, как Мистер Бист будет из этого выворачиваться. Ну и, конечно же, люди хотят продолжения банкета, поэтому теперь объявлен расстрельный список всех ютуберов, которые когда ли... Чео, блядь? И кто там? Братишкин? Да ладно, я шучу. Какие-то ноунеймы, блядь, вообще. Шо это за... Шо это за блогеры и стримеры? Ни одного не вижу, кто мог бы быть мне знаком. Какой-то Элвис, блядь, кто эти... Короче, хуй знает. Ноунеймы. либо контактировали с Шедманом. Ведь никто не сможет скрыться от руки запоздавшего лет на 10 правосудия. В то же время, бывшие работники мистера Биста, с некоторыми из которых, будем честны, он расстался не в лучших отношениях, у которых есть мотивы против... Серпело знаю, что такое... Кто такой Серпело? Выкладывают сообщение, что Джимми знал обо всём. И также записывают видео снаружи студии мистера Биста, показывая некие конфиденциальные бумаги, и говорят, что случай с Крисом — это всего лишь вершина айсберга, и там происходят ужасные вещи. Аким Стар подтверждает, что это настоящий бывший сотрудник мистера Биста. Короче, люди начали вылезать изо всех щелей, чтобы затопить мистера Биста, пока у них есть возможность. Блядь, ждём отмену мистера Биста, получается. Представляете, мистер Бист такой, типа, в твиттере пишет, «Ребята, я ухожу, потому что меня отменили». Из-за того, чего не было. Это блогер номер один, и так можно получить огромное количество внимания. Начали откапывать видосы семилетней давности, которые всё ещё есть на его канале, и где мистер Бист говорит слово... Кто такая Росана Пансино? На F. Так что отк... Слово на F говорит мистер Бист семь лет на... Что, блядь? А чё это слово? Я не в курсе. F, 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 F... F? Он сказал F. А-а-а-а-а! То есть, на нашем языке это слово на P. Охуеть и что! Не дай бог, эта женщина ко мне на кик зайдет, когда я стримлю кое-что, ох, блядь, мне кажется, у нее инфаркт просто схватит, ну и что с того, ну сказал он это, и... И... Артизерит, что все это только начало, и нас ждет еще огромное количество уникальных и интересных открытий во всей... Ебать шизы, блядь, устроили охоту, блядь, на адекватных людей, ну, не все там, конечно, адекватные, есть и правда те, кто виноват и сделал хуйню, но к словам цепляться, это уже совсем йогань какая-то прям... Но это уже будет в будущем, я не знаю, высказывайте свое мнение в комментариях, я не знаю, я не особо хотел защищать Криса Тайсона, но просто как-то я вижу, что люди обвиняют кого-то неискренне и пытаются подстраивать факты так, как им удобно, но мне кажется, я не могу об этом не сказать. Ну, опять же, я почитаю ваше мнение в комментариях, и также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вам понравилось, и залетайте в нашу телегу, группу ВКонтакте и Дискорд, чтобы стать частью нашего геймерского комьюнити. А прямо сейчас на экране есть видосы, которые, как мне кажется, вам подойдут, это видео про доктора Дизреспекта и видео про американского коммуниста с сумкой Гуччи, вы можете жмакнуть по ним прямо сейчас. Ой, да не нужна нам твоя сумка Гуччи, да, интересная информация, конечно, касаемо Кристиночки, ну, что я могу сказать, соболезную Кристиночку.